Чемпион против дебютанта и одновременно поединок соперников, входящих в группу лидеров чемпионата Ульяновска по мини-футболу среди команд Суперлиги. Действующий обладатель титула номерейт МЧС в рамках девятого тура встречался с проводящим свой первый сезон в элите Платоном в ПСК. Здесь все быстрее, все жестче. Судьи, конечно, дают здесь больше бороться. Ну и, соответственно, площадка совсем другая. Но несмотря на большую плотность игры на площадке Ульяновского госуниверситета, уже на втором минуте встречи футболисты Платона предоставили форварду номерейта Виктору Злыбреву безмерное пространство и временную бесконечность для первого гола в матче. Один из лучших голеодоров сезона не подкачал и ударом в нижний угол счет открыл. Мы очень сильно остроились, в раздевалке поговорили с ребятами, потому что если бы мы проигрывали эту игру, мы фактически, наверное, отваливались бы вообще от борьбы за чемпионство. Даже за медаль мы бы с тройки выпадали, если бы проиграли сегодня. Но открыв счет, Мобирейт не смог развить успех. Напротив, предоставил сопернику непозволительную роскошь в виде двух забитых мячей. Героем двух голевых эпизодов стал Максим Каправов. Сначала он ударом с носка счет сравнял, а затем на пару с Ромалом Набиевым выцаривал мяч у соперника по углу площадки и после своевременного паса расстрелял в пустые ворота. И быть бы сенсацией, но на последней минуте первого тайма Мобирейт отыгрался. Это Евгений Кривошеев попал в ближний угол. Игроки Платона при этом были медлительны при постановке стенки. Тренерский штаб Платона во время перерыва рвал и метал. Паритет первого тайма во второй половине держался долго. Больше 10 минут. Его нарушил Юрий Аблухаков. Он перехватил мяч в центре поля и на пару с Вячеславом Прибыловым убежал в контратаку. Галкипер Платона Павел Нефедов старался как мог, но помешать голевой передаче был не в силах. Еще через 5 минут Платон остался в меньшинстве. За фол последней надежде в суде удалили Вадима Ковальского. Я думаю, зрителям очень было приятно смотреть сегодня матч. Обилие голов, борьба, красные карточки. Зрители всегда любят. Поэтому я думаю, они довольны. Две минуты в меньшинстве Платон выстоял. Однако едва команды снова подровнялись к количеству игроков, Мобирейт упрочил свое преимущество. И снова контратака. Только теперь в роли пасующего Виктор Зыдарев, а в роли автора гола Евгений Кривошеев. Платон пошел ва-банк, выпустив вместо латаря еще одного полевого игрока. И даже один гол отыграл. Это Роман Набиев первым сыграл на добивание. Потом за 10 секунд до финального сестра было удаление играющего тренера Мобирейта Андрея Зыдарева, грубо сыгравшего в центре поля. Получилось просто так. Не хотелось там ничего, грубости никакой. Был бы момент, он бы не поставил ногу, я бы его выбил, либо убежал, один в один прокинул. Но даже без своего лидера Мобирейт в последние секунды сыграл надежно и не позволил сопернику отыграться. В итоге 4-3. Мобирейт по-прежнему в гонке за лидерами чемпионата. Кристаллом и Сибирском. Мы, к сожалению, проиграли. Немного сейчас отстаем от всех лидеров. Была борьба, был характер на поле, много единоборства. Никто не хотел уступить в этой игре. Ну, кто больше забил, тот и выиграл. Больше четырех мячей победители в девятом туре не забивали, поскольку все пять поединков получились упорными, особенно игра контактора и погоды. В пятый океан влился известный в прошлом форвард Логи, а ныне Дентроградского торпеда, Виталий Бурмаков. Он дважды забил погоде, однако от поражения свою команду не спас. Уже в добавленное время Денис Клопков реализовал дабл-пенальти и принес погоде очень важную победу 4-3. Лидеры чемпионата «Симбирский кристалл» в унисон выиграли с преимуществом в два гола. Горожане нанесли поражение «Авангарду», а кристаллические – «Юниору». В битве аутсайдеров Штальбург одолел промресурс, несмотря на наличие в составе проигравших легендарного Рената Аитова. Первый круг чемпионата позади, его выиграл «Симбирск Аберхов». Вторым составанием в два очка промежуточно финишировал «Кристалл». Это главная неожиданность первой половины чемпионата. Третьим пока идет «Мобирейд». Похоже, именно эти три команды и продолжат чемпионскую гонку. Середина турнира на таблице наполнена квартетом в виде «Платона», «Погоды», «Авангарда» и «Юниора». Пару сенсаций от них в виде отбора очков у лидеров во втором круге не помешали бы. Участь бороться за сохранение места в Суперлиге уготовлена к контактору Штальбургу и в особенности промресурсу. В минувшем туре лидеры бомбардирской гонки Игорь Ахмедшин из «Платона» не забивал и позволил чуть-чуть приблизиться к себе Виктору Злыдреву и Юрию Абдулхакову из «Мобирейда». Но основания оранжевых форвардов от черно-зеленого Галеодора пока значительные. Второй круг стартует уже в следующую субботу, 30 декабря. «Мобирейд» постарается взять реванш у «Юниора» за ничью в первом матче чемпионата. А «Погода» и «Авангард» выяснят, кто же из них самый крутой середняк нынешнего сезона. Субтитры создавал DimaTorzok